Деньги это твои весны. Хочешь, я тебе скажу один секрет? Когда ты за ними гоняешься, они от тебя убегают. Мы вообще не считаем, сколько мы зарабатываем. Прямо там вот как будто фонтан денег. Я требую рецепт кратчайшего пути к деньгам. Я дам тебе рецепт. Запомни три буквы. Игорь, мне уже 23 года. Хочется жить, хочется жить сейчас. Это не браковочный признак, поэтому... Не брак, хорошо. Но мне, тем не менее, уже 23 года. И хочется жить хорошо сейчас, а не зарабатывать на хорошую жизнь еще 15 лет. Как можно быстро заработать на хорошую жизнь? Ничем не смогу тебе помочь. В 23 года я был одержим сверхвысокой целью, задачей. У меня не было времени думать об этом. О том, что ты сейчас спросил. Но вы уже были долларовым миллионером. Ну как бы да, но как бы это меня вообще не интересовало, не волновало, потому что была сверхцель, сверхзадача. Все, что я делал, я пытался ускорить достижение вот этой вот сверхзадачи. А доллар и миллионер, ну да, был. Но я узнал об этом много позже, когда однажды один человек, тоже, кстати, из физтеха, спросил меня, Игорь, а сколько ты зарабатываешь? Ну, или сколько у тебя капитал? И я так ретроспективно посмотрел, да, и я вдруг обнаружил, что миллионер, что капитал к тому времени был 5 миллионов долларов. Мы вообще не считаем, сколько мы зарабатываем, мы смотрим, как мы приближаемся к нашему замыслу. Вот это нас завораживает. И называется, все, какие деньги у нас появляются, мы тут же бросаем в топку увеличение скорости приближения к нашему замыслу. И наше личное потребление по остаточному принципу. Поэтому я решительно до 28 лет вообще не понимал разговоры, зачем мне там какие-то квартиры, дома, машины, вообще. Да, в общем-то, и после 28 не понимал, то есть вот у меня дом появился в 42. Квартира появилась вообще при странных обстоятельствах, когда директор одного из наших заводов пришел и сказал, ребят, вы в общаге живете, вы чего, у вас миллионные, значит, в долларах обороты, вам просто по статусу важно, чтобы квартира была. И мы такие с Сергеем сидим, говорим, да, хорошо, мы этим займемся. Окей, купили. Долго туда не переезжали. Потом, когда моя Катя, моя Катя приехала в Москву, вот мы поселились в этой квартире. Цель игры была другая, экспансия, замысел и так далее. Мы словили вот эту нишу. У нас была, ну, простая игра, сыграть в игру, ну, стать лидерами вот по этим, по производству этих кровельных материалов. Игорь, значит ли это, что кратчайший путь к деньгам – это не думать о деньгах? Вот постоянное желание найти какую-то формулу счастья, успеха, какой-то рецепт найти, да, но это очень сильный тормоз в жизни людей. Ну, что значит не думать о деньгах? Ну, представь себе, ты на лодке лывешь, и деньги – это твои весла. Ну, деньги нужны как инструмент, как то, чтобы грести на этой лодке. Ну, если ты все, что ты делаешь, ты постоянно думаешь о веслах, вот о веслах сидишь, а не о том, куда ты гребешь, с кем ты гребешь, что у вас в лодке, ну, то есть о деле, о каком-то замысле, да, то ты точно никуда не пригребешь. Поэтому сама гипер, придание гиперфокуса деньгам и чему бы то ни было, кстати, это и есть страшнейшая ошибка людей. Хочешь, я тебе скажу один секрет? Можешь ли ты думать обо всем сразу? Да. Вот, ты один из немногих, кстати, кто дает такой ответ на этот вопрос. Чем больше мы тренируем в себе держать в фокусе многое сразу, тем сложнее становится наше устройство, восприятие мира, и тем полезнее, тем большую выгоду мы можем извлекать для себя, потому что мы удерживаем в своем внимании очень многое и можем видеть выгодную комбинацию. А когда мы удерживаем что-то одно, мы утрачиваем способность видеть комбинации, мы смотрим куда-то и все, мы как в тюрьме, фокус, это называется тюрьма фокуса. Люди, которые думают об одном, фокусируются на одном и не умеют при этом выйти в расфокусированное состояние, чтобы посмотреть на все сразу, они лишают себя возможности вовремя изменить направление своего фокуса, вовремя увидеть какую-то комбинацию, которая большая, выгодная, и надо его брать. Поэтому надо уметь и то, и то. Игорь, у меня вот есть ощущение, что деньги даются прям тяжело. У меня есть друзья, которые где-то с кем-то познакомились, быстро запустили какой-то проект, что-то вот раз-раз-раз, и раз уже там дом в Майами у них. Почему некоторым деньги даются легко, а некоторым через огромные усилия? Это так, есть на миллион людей, там, пара-тройка, у которых есть вот такие лотереи или вот такие вот случаи, как ты описываешь. Это действительно так. Но если посмотреть статистику и посмотреть из 8 миллиардов людей на Земле со сколькими людьми случается, сколько людей испытывают подобный трекшн, то окажется это просто 0,00000, там где-то, в общем-то, очень много нулей. Опять же, если ты проектируешь для себя жизнь и берешь подобную вероятность для себя и говоришь, я ничего делать не буду, я вот подожду и так далее, но с тобой даже эта вероятность не случится, потому что история обычно не содержит упоминаний, что делали те люди, с которыми это случилось. Ну, как минимум, тот, кто выиграл лотерею, он пошел куда-то, и черт побери, он купил этот лотерейный билет. И не засунул его куда-то, и не потерял, а где-то он его там сохранил, я не знаю, да. То есть он сделал много каких-то вещей, которые до того, как ты знаешь, что ты выиграешь, они очень неочевидны. Я сколько билетов лотерейных покупал, в детстве я покупал много таких билетов, там эти, спортлото, там еще что-то там заполнял, играх. У меня была дикая проблема, потому что я не знал, где они потом, то есть я их покупал, куда-то заклал, положил и забыл, все. Я даже потом на газету приходила с этими выигрышами, да, я говорю, где мой билет там, где там номера эти, я не знал, где он. Я хотела с помощью труда как раз-таки обогатиться, не с помощью везения. Набрала много проектов, но перестала успевать, пришлось отказываться от старых проектов и брать дополнительно людей в помощь, им платить. По итогу я не оказалась в плюсе, ничего не заработала. Игорь, подскажите, в чем моя ошибка? Я здесь не вижу ошибки, я здесь вижу актив. То есть ты попробовала, сделала попытку, получила прекрасный опыт, как работать с другими людьми, что работая с другими людьми, нужно организовать, что им платить надо и так далее. Ты получила очень много нового опыта. Люди склонны назвать ошибкой то, где я бы назвал, ты создала актив. Другое дело, что для того, чтобы обрести некую устойчивость заработок и так далее, может быть, нужно больше создать актив. И то, что твоя первая попытка оказалась не столь удачной, ну, слушай, может быть, тебе станет легче, я тебе скажу, что у меня стала удачной 121-я попытка. А первые 120 были, ну, были активами. Все, что я делаю, это я превращаю, я делаю гигантское количество ошибок, тут же превращаю их в активы, и из этих активов строю, как из строительных блоков лего конструктора, компанию, которая начинает вдруг работать. Игорь, я требую рецепт кратчайшего пути к деньгам. Я дам тебе рецепт. Запомни три буквы. Д, П, С. Знаешь, что такое ДПС? Вот это он, да? Что это? Что это такое? Ты скажи. Дорожно-постовая служба? Дорожно-постовая служба это деньги приедут сами. А я тебе говорю про ДПС, деньги придут сами. Когда ты. Понял, да? не будешь не будешь зарабатывать, зарабатывать их, а когда ты сделаешь нечто иное, тогда деньги придут сами к тебе. Чувствуешь разницу? Деньги чертовски интересная штука. Когда ты за ними гоняешься, они от тебя убегают. Тот, кто их пытается заработать, у него их мало или ему не хватает, он никак не может их заработать. Почему? Ну, потому что есть другая история. Деньги где-то группируются, да? Есть места, где вот прямо если ты посмотришь, да прям там вот как будто вот фонтан денег. Ну, например, известные фонтаны денег это всякие финансовые пирамиды. Например, биткоины. Свыше ста миллиардов долларов вкинули в эту мировую игру. Поэтому, если ты хочешь, чтобы деньги нашли тебе, ты должен стать организатором игры. Организатором игры. Ну, например, хороший пример сейчас Федя. Я его назову Федор Федор импресариум. Он организует интерактивные иммерсивные игры на ВДФА и везде там ремоут знаменитейший театр. Одного посещения этого интерактивного иммерсивного театра достаточно для того, чтобы ты испытал то, что ты никогда не испытываешь в жизни. Ты знаешь, сколько у Феди денег? Деньги приходят к нему, люди приходят к нему играть в эту иммерсивку, у Феди очень много денег. Он берет в качестве благодарности не так много. 20% того, что люди приносят. 20% берет себе и организует для людей игру. Деньги приходят к Федору сам. Если ты хочешь, чтобы у тебя был в жизни ДПС, сделай так, чтобы к тебе приходили люди поиграть с тобой в игру, которую ты организовал. Друзья мои, вы уже все знаете, что я открыл предзаказ на мою новую книгу «Религия чистоты. Учение Х10». А сейчас будьте внимательны. Челлендж на самого влиятельного человека в обществе. Ну, того, кто уже вышел за пределы влияния своей семьи и, может быть, даже своего бизнеса, а кто оказывает влияние на все общество. Итак, челлендж. 10 человек я выберу из тех, кто купит самое максимальное количество книг «Религия чистоты» и распространит эти книги среди своих людей, с которыми живет, с которыми работает, с которыми в мире существует. Так вот, 10 самых мощных, самых влиятельных людей получат право провести со мной целый вечер. Чувствуете? А один, который окажется самым влиятельным, ну, просто, понимаете, просто невероятно влиятельным, то есть, самое большое количество книг купит для распространения среди своих людей, тот получит право целый день работать на троне из миллиона долларов. Представляете, на троне из миллиона долларов, не там где-то в Паттайе сидеть, где-то там на островах, нет, на троне из миллиона долларов. Поэтому, друзья мои, участвуйте в челлендже, побеждайте, я жду десятерых счастливчиков, ну, и самого влиятельного человека, который день проведет на троне. Поехали. Поехали.